Как развивается мировая экономика России и Тверской области? Какие события в фокусе дня? Обо всем этом за три минуты. С 1 января Банк России начал брать комиссию с кредитных организаций за использование системы быстрых платежей. Она позволяет пользователям переводить деньги по номеру телефона. Теперь для банков, осуществляющих перевод, действует комиссия Центрального банка в размере от 5 копеек до 3 рублей. Величина оплаты будет зависеть от суммы перевода взымать будут как с банка отправителя, так и с банка получателя. На данный момент к системе подключены 30 участников, в том числе 10 крупнейших банков. Большая часть российских работодателей планирует в 2020 году повысить заработную плату своим работникам. Сообщается, что опрос работодателей показал, что среди отечественных компаний порядка 80% намереваются в обозримой перспективе повысить зарплаты. Среди иностранных до 90%. Согласно исследованию, российские работодатели в среднем готовы предложить 10% на увеличение дохода своих сотрудников. Иностранные – около 7%. Несмотря на относительное затишье в начале новогодних каникул, мошенники активизируются ближе к окончанию праздников, предупреждают специалисты. В числе самых частых схем – звонки под видом службы безопасности банка. Когда человек на другом конце провода может попросить подтвердить операцию в банкомате или предложит перевести деньги на резервный счет. В банках уточняют, что сотрудники никогда не просит совершать такие действия. Тверская область также оказалась в числе трех регионов, в которых зафиксирован наиболее существенный рост реальных доходов населения в 2019 году. По итогам девяти месяцев прошлого года Тверская область вошла в двадцатку регионов, показавших высокие темпы социально-экономического роста. Так, в отчетном периоде индекс промышленного производства в Верхневолще составил 102,5% в сравнении с аналогичным периодом. За январь-сентябрь 2019 года промышленностью региона отгружена товаров собственного производства на сумму 326 миллиардов рублей. С 2020 года в Тверской области почти в два раза снизился размер льготной платы для отдельной категории граждан за подключение частных жилых строений к сетям газораспределения. Решение принято региональным правительством. С начала года собственники жилья, границы земельных участков которых удалены от распределительных газопроводов на расстоянии до 20 метров, будут платить за подключение чуть более 25 тысяч рублей с учетом НДС. Экономический обзор для тех, кто хочет знать актуальную информацию и оставаться в курсе экономических событий.